ПЕСНЯ Иди, вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси, Блажа Души Наши. Отец наш Небесный Господь, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше занятие по Слову Твоему Святому, которое учит только одно нас, как спасти наши души, как избавиться от грехов. Цель жизни нашей, Господи, дарует она нам. Помоги, чтобы каждый раз, когда мы уходим с этих занятий, мы становились чище, лучше, праведнее. Помоги, Господи, нам сам в этом. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Первое послание фессалоникийцам, святого апостола Павла, первая глава, шестой стих. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Толкование. Укрепляет их как похвалой, так и напоминанием о том, что они не уступили Ему в опасностях. Смотри, какая похвала. Сделаться сразу подражателями Учителю и не только Ему, но и Господу. Как же они стали подражателями Господу? Тем, что и Он Сам, претерпевший великие страдания, радовался. Ибо Он для того и пришел добровольно, чтобы сказать Отцу, прославь Сына Твоего. Иоанна 17.1. Далее выделено жирным слова Феофилакта. Вы приняли Слово не просто при скорбях, но при многих, то есть с опасностями. И это можно видеть в деяниях апостолов. Однако эту скорбь, именно опасности, вы принимаете с радостью. Объясняя, как можно радоваться в скорби, сказал, с радостью Духа Святого. Дух не дал вам страдать. Страдание было в них, как в телесных, а радость подавалась от Духа. Ибо как отроки были орошаемы в огне Духом прохлаждающим, так и у вас в опасностях радовал Дух, указывая вам на будущее воздаяние. Смотри, тогда кто-либо делает подражателем Господу, когда переносит опасности с радостью Святого Духа. И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова Блаженного Феофилакта «Вы приняли Слово». Итак, комментарий. «Вы приняли Слово». Эти слова апостола Павла и Блаженного Феофилакта можно тысячекратно повторять во всех их трудах. Какой пастырь сегодня говорит эти слова своей пастре в храме или в ином месте? Речь идет не просто о слове. Но о Библии, о проповеди Христа «Вы приняли Слово». И далее нам бесконечное число раз внушают страницы Священного Писания, что это Божественное Слово и есть именно тот талант, который преступно зарывать. Это принятое Слово есть ключ к сердцам людей, чтобы они могли принять Христа, уверовать в Него и быть спасенными. Эти слова «Вы приняли Слово» относятся только к нам, посомам или к пастырям тоже. Константинопольский святитель упрекает нас. Кто из вас, скажите мне, находясь дома, берет в руки христианскую книгу, вникает в ее содержание и испытывает Писание? Никто не может сказать этого о себе. Шашки, игральные кости и телевизоры. Игнатий Лапкин дополняет. Можно найти у весьма многих о книге Священное Писание ни у кого или у немногих, да и те занимаются ими не более таких, которые вовсе их не имеют, связывая и навсегда отлагая их в шкафы. И вся забота у них только о тонкости кожи, на которой писаны книги, о красоте письма, а не о чтении. Никто не говори мне этих холодных и достойных всякого осуждения слов. Я привязан к судилищу, произвожу дела общественные, упражняюсь в ремесле, имею жену, воспитываю детей, правлю домом, я человек мирской. Не мое дело читать Писание, но тех, кто отказались от мира, заняли вершин гор и ведут такую жизнь постоянно. Что ты говоришь, человек? Не твое дело внимать Писанию, потому что ты окружен бесчисленными заботами? Нет, твое дело больше, нежели их. Они не столько имеют нужды в помощи Божественного Писания, сколько обращающиеся среди множества дел. Ибо монахи, удалившись от творжища его смятений, и водрузив кущи в пустыне и не имея ни с кем никакого общения, но любомудрствуя, беспрепятственно в этой мирной тишине, как бы сидя в пристани, наслаждаются великою безопасностью. А мы, которые волнуемся, как бы среди моря, имеем случай к бесчисленным грехам, во всякое время нуждаемся в постоянном и непрерывном утешении от Писания. Невозможно, невозможно спастись, не пользуясь постоянно духовным чтением. Возьми в руки книгу, читай всю историю, понятно держи в памяти, а непонятное, неясное, прочитай несколько раз. Если же при постоянном чтении невозможешь постигнуть того, о чем говорится, вступай к мудрейшему, пойди к учителю, снесись с ним осказанном, покажи великое усердие. И Бог, видя, что ты приложил такое старание, не презвит твоей неусыпной заботливости. Но если человек не изъяснит тебе искомого, он сам, с большой буквы, откроет несомненно. Читая эти слова златословесного пастыря, мы сделаемся повинными смерти, если не исполним их. Ибо зарывший талант выбрасывается во тьму внешнюю. Итак, вы слышали и вы приняли это слово. Я на сегодняшний день хотел, как рассказать, тут говорится о скорбях, которые Господь перенес, печалование такое идет. Но и радование через печаль, радость сквозь слезы, как говорят о Великой Победе. И вот у нас тут есть праздник, крещение. Мы его знаем не понаслышке, потому что в последнее время придумали такое, как купель делать. Ходят туда крестным ходом, много очень священников. Ну то есть видно, что это не просто абы как-нибудь, а собирается действительно часть какая-то церкви. Там и глава, там митрополит или там епископ был раньше. И вот идут они туда, и люди собираются, ждут. И начинают они там молитвы поют. Ну на церковном славянском ничего не понятно, конечно, практически ничего. Народ не знает. Но я к тому, что, ну хорошо, вы это организовали. Вот пришел народ, и как не рассказать, о чем говорится-то здесь на русском языке. Ну вышел бы митрополит, там сказал бы проповедь какую-то. Нету ничего. И после этого, допустим, они собрались, и все ушли. А осталось купель, это осталось освящение. Ну как бы, я вот там со священником разговаривал в этот раз и говорю, ну как-то говорю, вы не до конца это все делаете, продумываете. Народ собрали. Я говорю, хорошо, ну ладно, мы есть. Раздали Евангелие. Ну нам же не даете сказать слово. Только они ушли, вот они за угол скрылись, и там такие частушки начинают из этого репродуктора. Такое веселье безудержное начинается. На баянах там, ну из репродукторов. Да так громко. Вот по телефону с братьями разговариваешь, невозможно разговаривать, ничего не слышно. То есть ни о какой ни скорби, ничего. Зачем все это? Почему? Ну оставили хотя бы одного, который бы объяснял, как вот было у евреев в свое время. Одного священника прислали на всю страну. Здесь даже один бы сделал дело. Сказал бы, так подождите, вы что это тут включили? Давайте хотя бы ну те же цирковно-славянские песнопения. Они как-то внушают вот эту, как-то какую-то скорбь хотя бы. Ну хоть и непонятно немного, но хоть что-то. Здесь же такое впечатление, как будто великий праздник удалей, и какого-то солнцестояния, или что там, не поймешь. Сплошное язычество одно. Это погружение и так далее. То есть нету ничего, никакой законченности в этом. Сегодняшняя наша церковь. Я тоже добавлю, что характерно, мы каждый год раздаем тысячи визиток, тысячи евангелий. И один звонок всего в этом году был от женщины. И это вы распространяете Новые Заветы и Псалтирь? Я говорю, да, мне нужно 12 штук. Я говорю, ну вот в воскресенье у нас будут занятия, приходите, я вам дам. Ой, занятия, мне не нужны занятия. То есть это говорит о том, что люди не приняли слова. Если бы они его приняли, они бы выискали, или они везде куда-то уже ходят. Ну не ходят, нету их. Вот нету. Это как раз вот это вот, недавно беседовали мы. И вот песнопение, мы любим его петь, особенно тут одна душа. Вот жаждет правды народ. Жаждет правды народ. Исцеление ждет в темноте и грехе погибая. Вот это точно. Погибая в темноте и грехе, но никто ничего не ждет. Вот и не жаждет. Поверьте мне, сколько я с братьями хожу. Вот Игнатий Тихонович когда говорил, для меня это удивление. Вот в те времена, когда гонение было, и вот видно были такие жаждущие душа у человека, что вникали в слова. Сейчас ничего. Вот я уже подумал, думаю, ну ладно, мы просто раз по одному, там по два небольшими группами рассказываем. Надо во всеуслышание говорить. Хорошо, буду говорить во всеуслышание. Ну вот брат тут снимал как раз, я на остановке. Сестры подошли и говорят, никто не взял там Евангелие. Я говорю, сестры, сейчас идите обратно. Сейчас я скажу там слово. И говорю, у вас Евангелие будут тогда брать. Я говорю, так может не возьмут. Пришел, взял, открыл прямо так, как раз Пасха была, после Пасхи открыл. И говорю, вот что читается на Пасху. Слушайте, они там стоят огородники. Их там много, может где-то около сотни. На площади Партака. И во все горло начинаю читать. С 1 по 17 стих. И прочитаю, и начинаю говорить. И говорю, вот этого нету, потому что вы не читаете Слово Божьего. Я говорю, сколько мы распространили таких. Я говорю, вот вы тут стоите, никто не взял. А у вас они такие есть. Потому что мы постоянно выходим и раздаем. И везде вот такие вот раздают. Патриарши и Новый Завет и Евангелие. Но вы не читаете. У вас это дома все лежит мертвым грузом. Вы не жаждете этого. Поэтому вы для Господа чужие. Хотя вроде бы свои. Вот и храм, говорю, у вас тут есть все. А там вышел какой-то служак, курит. И он посмотрит. А я пальцем вот так раз показал на храм. И он, бедняга, до такой степени испугался. А потом передает. Там один стоял, проповедовал. И как начал всех священников поносить. Как пошел церковь ругать. А я говорю, вы в эти храмы ходите вот сами православные. И ничего не знаете. Потому что не доходит до вас Слово Божье. Ну, послушали вы там что-то. Ничего не поняли. Но и опять же ничего не спрашивайте. Нету никакой печали. Ни жажды, ничего. Сплошное веселье. На огородах. На новые года. Это можно посмотреть даже по праздникам. Какой самый великий праздник. Самый шумный. Самый разухабистый. Новый год. Никто не останавливает. У нас там это тоже самое на нашем производстве. И все время 28 числа устраиваются так называемые сейчас корпоративы. Корпоративы это шумное такое застолье. С песнями, с плясками. С разными конкурсами веселыми. И там участвуют люди, которые работают на одном производстве. И я пошел на двух был. На первом посмотрел что это такое. За вакханалие. Ну там до пьянки я ухожу. Чтобы с пьяными это не быть. А до этого там хвалят производство. Что все нормально. Иначе зачем это все собиралось. А на второе я подготовился уже. Вышел с докладом таким. И говорю всем. Я говорю вы собрались. Я нашему директору говорю. Неправильно мы собираемся. Нечего сейчас праздновать. Ну новый год. Новый год хорошо. Производство отработало. Дай бог оно и дальше должно работать. Иначе у нас денег не будет. Все понятно. Ну руководитель хороший. Слава богу это все. Но оно же было в течение всего года. Это можно было все это. Почему именно к этому дню. Давайте говорю приорачивать это все к 7 января. К Рождеству Христа. Поблагодарим Бога. Что все это от Бога. И вот как раз родившийся младенец. И не будем водку топить. Зачем? Будем читать слово Божье. Сейчас разбирать его все вместе. То что Господь хочет. Они сидят все. Кто понурил. Кто вот такими глазами смотрит на меня. Понять ничего не могут. А я уже директор говорил. Он сидит смеется. Ему хорошо. Он посмотрел на всех. А все вот такие скручились. Я говорю ну ладно. После этого мы с жилой уйдем. Чтобы на нас не смотрели. А то мы чересчур печальные. А там же нельзя ничего скоромного. А там вот такие куски мяса запеченные. Лосятины. Вот такие вот осетры лежат по столам. Как Иван Васильевич меняет профессию. А мы сидим. У нас картошка вареная. Вот так вот. И капуста квашеная. Я говорю ну что мы это и дома поедим. Продолжаем. Первая феста на Никитинском. Первая глава. Седьмой стих. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи. Толкование. Хотя Павел пришел к ним после других. Однако говорит. Вы так просияли. Что сделались учителями принявших веру прежде вас. И в этом подражание Павлу. Так как и он пришел последним. Но превзошел всех. Смотри же. Не сказал. Вы будете образцом для тех кто уверует. Но. Вы для верующих уже стали образцом. Как должно веровать. Именно с теплотой и готовностью на опасности. Ахаи он называет Грецию. Слава о вашей добродетели сделала то. Что проповедь стала известна всем. И вы показали себя учителями всех. Выражение. Выражение пронеслось. Говорит как бы о трубе. Громко звучащей. И слышимой на большом расстоянии. И еще один небольшой комментарий. На слова. Феофилакса. Проповедь стала известна всем. И вы показали себя учителями всех. Если бы на Русь в 988 году принесли в чистом виде евангельское учение. То проповедь стала бы известна всем. И вы показали бы себя учителями всех. Если бы священники знали что такое родиться свыше. И что такое евангельская вера. То ряды революционеров не пополнялись бы бывшими семинаристами. И первая красная армия не состояла бы из одних православных. Потому что каждый свидетельствовал бы о победителе смерти. Иисусе. И ничего бы не боялся. Проповедь стала бы известна всем. И вы показали бы себя учителями всех. Мы сколько ходим на благовестие. Общаемся с людьми. Немножко как бы отсутусь. Я заметил у людей. Особенно. Вчера фильм посмотрел. Тоже что Бог не умер. Есть такое название. Это протестанты поставили. И люди очень часто становятся атеистами. Будучи православными. Как они всех считают православными. А потом вообще у них всякая вера уходит. И один из аспектов такой. Что раз научения нету согласно Слову Божию. То есть они не знают. Как Бог слышит молитвы. Как Он на них отвечает. Что Он бывает, что отвечает совершенно по-другому. Нежели как мы хотим. То есть Он может сказать и нет. Потому что Бог-то есть личность. То есть на нашу молитву иметь. Что Он может не ответить. И мы должны это осознавать и принимать с благодарностью также. И вот я с людьми когда встречаюсь. Начинаю с ним беседовать. И оказывается Он будучи вере в душе. Что Бог есть Создатель. Начинает о чем-то либо молиться к Богу. И просить что-то у него. А Бог ему не дает по его молитве. И у него сразу такое. Раз Он мне ничего не дает. Значит его и нет. То есть и многие люди так и это. Я просто разговариваю и вижу это. Да, вот люди прям вот. Потому что раз не было научения. Согласно Слову Божию. В церкви не проповедовали. Православные, да. И люди все от этого. Вот я вчера Бог учит нас. Посмотрел немного фильм. И там такой смысл. Что один студент пришел к одному профессору. А тот философию преподает. И преподает атеизм. Он говорит, что вы все подпишитесь. Что Бога нет. Все. А, Бог умер. Говорит, напишите. Я говорю, вас перейдете на следующий там курс. Все подписались кроме одного. Он говорит, я не могу. Я христианин. И это у него такое началось. Он даже ему предоставил. Этому студенту защищаться. Что вроде как Бог есть. Вот. И то, что... И когда он студент сперва проиграл. Потом на второй раз вышел. Уже подготовился. Хорошо там этих... Из атлетической литературы. Там подобрался. Из-за Евангелия. Слово Божие. Питье. Это цитирую прямо из Библии. Вот. И в конце уже, когда все ушли, ученики. Этот... Подходит. Профессор. Им похлопал. Как молодец. Хорошо подготовился. И говорит, что я, говорит, все-таки, говорит, которые были, говорит, атеистом. Они все когда-то были, говорит, верующими. Он так ему и сказал, профессор. Я, говорит, молился. 12-летний ребенок, у меня там мама умерла от рака. Почему Бог вроде меня не услышал? Почему она умерла? То есть вот такие вот. Раз человек не научен, отца это и нет, и веры говорит. Вера от слышания, а слышание от Слово Божие. Да все. Да. Так. Ну мне на что обратилось внимание? Здесь апостол Павел хвалит их и говорит, так, что вы стали образцом для всех верующих. Образцом. И я часто слышал, что нашу общину ставят в пример, в образец верующим. И владыка наш, Сергий, об этом говорит. И мама моя, ходя туда, в Московскую Патриархию, разговаривая с теми людьми. И она говорит, вот, если верить, то верить как к Игнатию. Кто это говорился? Отец его. И вот она так же. То есть нам, говорит, до них еще до них. Она понимает это внутреннее, это совесть ей подсказывает. И вид благочестивый. А почему причина-то какая? А перечитаем. Потому что приняли Слово. Мы все приняли Слово через занятия. И сегодня мы учителями уже можем быть для верующих. Я для мамы. Я маму учу. Она ходит туда. Я говорю, у вас есть занятие. Она два раза всего была на занятиях. И занятия прекратились. А раз там нету, то ей и не надо. Потому что ее все устраивает. Ну я ее там маленько требушу, требушу. Она ее... Ну видно, что не принимает. Я уж... Потому что все привыкли. А что? Раз в год пришел, курнулся, все грехи смылись. На исповедь пришел, грехи смылись. Опять можно наворачивать. И вот это вот все... Лживая вера вот это вот все. Грехи текаются. И при этом не болеть еще. Не болеть. Все. Всех все устраивает. Что святая вода есть. Исповедь есть. Причастие есть. Грехи и не болей. И тебе ложно обещают рай. Через вот этот вот... А как мы потом окажем... Как ты не в брачной одежде сюда попал? И будете выкинуты во тьму внешнюю. А как таланты закопал? А этот талант Слово Божие нести. Закопали. И пастырев, и тоже всех во тьму внешнюю. Когда им говоришь про это... То есть начинает. Ну вот... Разреши? Да. Вот последнее у нас было занятие по скайпу. И там Валерий вышел этот. И начали говорить. И он... А у нас занятие так проходит. У нас там женщина, философ. Она там профессор. Все. Она даже Библию прочитала. А и нам эту Библию пересказывает. Ну так своими словами. Ну может не полно. То есть вот... А он уже видать седой. Уже такой уже в возрасте. Может лет под 70 человек. Ну я там его спросил. Говорю. А вы что там... Прочитать Библию-то не можете прежде чем? И тогда вот... Зачем вам пересказанную Библию? Когда есть читанная и вы знаете. Вы начинайте с толкованием-то заниматься. Вот как у нас. Чтобы уже дальше пройти. На ступеньку выше встать. А это как-то не куца все. Не полно. Так столько реплик услышишь. Казалось наоборот. Как бы к добру побуждаешь. Давай ты станешь настоящим крестьянином. Все знающим. А тут... Да ты кто такой? И начинается. Как с чего? Где их там мучает? Кто? Она добрая, а ты злой. Вот так, здравствуйте. Приплыли. Вот и все занятия. Ну и я тоже ходил там несколько раз на эти занятия. О чем можно сказать? И мама у меня ходила там к себе. Ни о чем не говорят. Они еще так говорят. Вот они берут, допустим, послание там к Иуде или к Якову. И начинают вот это занятие, вот эти вот строки Нового Завета толковать сами. Толкуют. И вот все, что в церкви только не на есть. Вот совсем не евангельского. Они все это людям рассказывают как должно. Перемешивая с тем, что надо. И там никто не разберется. О чем бы они сказали. И как это выбрать. И как по этому жить. Как говорится, все шито. Вот так вот, сыромятными нитками все расползается. Нету настоящих учителей. Вот к чему я хочу сказать. Вот он ставит их в пример, Павел. 2000 лет назад. Они-то про это ничего не знали, что он напишет. Где сделались начатка Махаи. И когда Павел-то писал, я думаю, мое мнение, и он не знал. Что это будет переведено на варварский язык. Наш русский. Для них это варварский назывался. Мало того, тут будут люди в церкви считать. Вот так поднимут и будут кричать. Апостолы Павла Чтения. Как вот борются, когда единоборство там затягивают. И на буду читать на церковно-славянской фене. И еще и поймут они. Он-то не знал этого. А важно ли это? Очень важно. Люди ищут пример. Ну, пример, дайте пример. Советская власть это понимала. Хоть одного героя сделайте нам на район. Но у нас не был такой один. И видно, что он хотел работать. Чибисов Афанасий Филиппович. Коммунист. Соответствует всему, что надо. Ну, ворует в меру, может быть, там где-то. И теперь надо, чтобы он что-то сделал необыкновенное. А у меня дядя, Тихон Дмитриевич, а дядя Степан Дмитриевич. И он когда пришел в газете, он говорит, так это же неправда. Приписали пашню, которая еще, говорит, под снегом лежит. Он ее не может пахать где-то. А ему написали, если он спакал 70, написали 700. Это как же он так? Это лишний плуг присоединил. А все знают, врут. И героя дали ему, герой социалистического труда. Теперь ему машину дали. А машина какая-то маленькая была. На бугру идет, как ванна перепрокинутая катится. А мы ребятишки смотрим. Чибис едет. Чибис. А он строгий такой был по отношению других. А сам, к слову сказать, мой отец пас его овечек, и он не заплатил за овечек. За пять овечек. Там Марья даст, жена. А Марья Афоня должен дать. Не дали. И заплатили. И он что-то не повадил с директором совхоза, кажется, был в это время, там, Мануэлов Анатолий Сергеевич. И пошел через сидельник, называется, через седло перекидывает. Снял и повесился. Герой-то. Через сидельник. Оглобник подтягивает на лошади, на сиделку. Отец мой. Вот так подкашлял. А может он через сидельник-то на мои деньги купил. Они подохли, а я живу. У него всегда это было. Кого обманывать? Инвалид войны, без руки, десять ребятишек. А у него один ребенок был. И помню, его, тогда был, если идет фильм, то перед этим журнал назывался. Сто сообщения. Но это тогда уже видиков-то не было. И показывает, то есть его сын, кажется, Анатолий был, Толя на один класс меньше меня учился. И он, и он династия. Он что-то на комбайне или где. Династия. Сын запился, ничего нет. Отец повесился. Ролик убрали. Это я только говорю. Пример надо. Пример. Все время какой-то пример. И вот здесь мы, в данном случае, мы об этом и не думали. Мы просто живем. Говорим, как правильно сделать. Как по слову Божию. Ну, в прошлый раз я считал девятый номер журнала Покров. Алтайской метрополии. И он там пишет, профессор, доктор богословских наук, там, общины Потеряевки. Это уникальные общины. Слово уникальное. Они придерживаются старинного образа. Соблюдают. Помнишь, засчитывали-то что-то? Где-то. Такой-то он настоятель. Павел Бочков. То есть они это знают. И это указывают в интернете. Я сколько раз встречал. Нападать нападают. Но те, которые положительно относятся, в десятки раз больше. Там нападает один и тот же. Он сидит там, квасится. Может, что-то и заплатили ему. Примером бы, даже ты не хочешь, но свет на вершине горы не может укрыться. Это не в лагу где-то. Не в подвале. Ты это делаешь. Вот как наша община миссионерская. И идут, и прочее. Это нету. Просто нету. Это и нельзя не повторить ничего никак. Почему? Это ежедневная жизнь. Это молитва. Его же звать некуда. Вот на меня нападают. А у них ничего нету. Нету. Ни в моем мире ничего нету. Совершенно. Бывает, без имени даже нападают. Еще только сожалевай. Мы являемся, в данном случае, в исполнении евангельских заповедей по подокраске православия. Любая эта заповедь в православии, она свой запах имеет. Мы являемся известными. Так Бог делает. Как заходить, полная тишина. Даже с места не переходить. Все знают свое место. Ни разговора, ни шепота, ни торговли. Сцелопан не заносить, ни шаршать. То есть, они этого ничего не могут сделать. Как-то в угле. Могли бы сделать освещение. А как я это сделаю? Он не знает как. То есть, мы так же, как он, растерянные стояли в дверях и не знали. Только отделить. Или там запереть и начинать в ограде учить. Мы перед Богом отвечать будем. И Бог будет сверять наши шаги. Как Жона Буньяна, путешествие, пилигрима. Правильно ли мы шли? Почему я... Иисуса Новина, книга такая в Ветхом Завете, после пяти книжек Моисеева. И он говорит, вникай в закон, в книгу написанному, дабы в точности, в точности исполнить. В точности. У нас сегодня это вообще нет. Какая точность? Вообще никак нет. Ну, маленько что-то вы можете исполнить. Каноны. Вот канон такой. Вот если он смотрел Кашпировского, лечился, отучается на пять лет. Да вы что, батюшка говорит. Пять лет. Да никого уж в храме не бой-то. Я говорю, да хоть и уйди. Я ушел бы, я туда сам лечился у него. Он мне говорит, я попал в точку. Он сам лечился у него. Ни один канон, который данный для жизни, который является благодатным, в них не работает. В торговлю можете убрать? Никто. Ну а как в ограду? Да в ограде запрещается торговать. Ну уберите. У нас это домовая церковь. Домовая, тут не ограда. Говорят, у вас в ограде батюшка продавал там, или кто-то там молоко, или... Это частный дом. Это домовая церковь. Это не храмовая, которая отдельно огорожена. Никто не живет. Мы здесь живем. Это трапезная. Пришли, поели. Это детская, то другое. Это у нас храм там отделенный. В дому где-то. Там у нас никакой торговли нет. Тут даже этого понять не могу. Ну то есть подкусывает нас. И вот он говорит офисал Никисов. Город Солунь. Значит, город был этот не такой. Нынче, я говорю, были... Ну были год назад... Полтора года назад мы были там. Как будто совершенно неверующий город. Мы не могли найти даже где храм. Кое-кое как нашли. Библиотеку так и не могли найти. Будьте примером там, где вы находитесь. Не думая о примере. А просто я люблю Господа. Я должен это сделать. Я должен это сделать. Еще раз говорю. Меня за это упрекают. Мусульмане смогли это привить. Я все время думаю. Если мусульмане, Мухаммад мог это сделать. Чтобы пять раз в день молиться. У нас сейчас бы сказали. Каждый день пять раз мужчина должен прийти в храм молиться. Под страхом смерти не сделать даже потеряевки. Притом это не день, не два. Не воскресный день. Каждый день пятикратный намаз. Днем три раза. В утром, вечером там еще. Он кричит и идут все. Одни мужчины. Да где ты? Ты видел в Москве, когда показывают по интернету? Еще не видел? Видел. Милицию охраняют. Они как склонились вот так вот. Спина только у них вот. И вот огромный проспект. И скрывается за горизонтом. Сколько их было? Миллион двести тысяч. В одной Москве. Одни мужчины. А где женщины? Дома сидят все. Или там где-то отдельно закуток у них есть. Взяли его в плен. Голову режут одному, отрезали другому. Они православные. Но побоялись принимать. А этот принял мысль о неманство. Женился. Теперь приезжает сюда в Россию. Там в Бородишскую область. Не пьет. Ваня. Я не Ваня. Я Ибрагим сейчас. А ты что, сдурел что ли? Да ты же православный был. Да какой же я православный? Да ты же крещеный был. Не христиан. Он сидит, молчит. Ну выпить и хоть маленько. И ничего, смотрит по часам. Время молиться. Заходит свой матрасик этот. Берет маленький. Покрывало такое. Взял и показывает. Пошел там где-то возвышение повыше. Встал на колени. Теперь он молится там. Так он у них всего там лет пять больше-то и не был в плену. Русский человек. Пришел в Русь. Ни один не молится. Он молится. Мы едем. Основилась газель. Вылазит пацаненок. Ну лет шестнадцать. Не больше за рулем. Вытаскивает этот свой положок. Дастархан. И на него встал. И молится. Мы молимся отдельно. Расстелили у нас военная палатка. Молимся. Подняли руки. И он молится. Один. Но мы-то трое. Да мы-то с бородами сидим. Как они сумели это привить? Ты отпусти его. Ты сын. Дочь твоя молится отдельно? Совсем не молится. Вот и все. Они это сумели сделать. Они неправильно. Так ты подумай неправильно. Но они молятся. И вот эти. Единусы-то воюют. Воюют. Бегут со всего мира к ним. И пять раз в день становится молиться. А ночью молятся. Ему задали вопрос. Это щит и меж. Центральная милицейская газета. И говорит. Ну а можно к вам как-то своих людей там, чтобы евреи подсадили, а потом знали где будет? Говорит, нельзя. Да как нельзя? Среди фашистов были. Там Берия тут был засланный. У нас нельзя. А почему нельзя-то? Ну не выдержат. Что выдержат? Ну подсадили под чужим документом? Нет, говорит. Молитва. Мы только ночью три раза на молитву становимся. Ночью. Не считай пятикратный намаз. И все с оружием. А живет там вместе с нами, он обнаружит. Он говорит, или с ума сойдет, или будет такой, как мы. Почему? Ежедневная молитва. Он даже не заметит, как его засасывает туда. Он будет такой же. У нас молитва. И Стивен, сколько тут полезет, если ты с нами будешь оставаться? Один, два, три раза. И увидим друг друга, какие мы есть. Игорь, ты меня понимаешь, о чем говорю? Вот те, которые у нас люди приходят, они знают. Молитву. Прошло время. На молитву. На молитву. Молитву. И мы ищем людей, которые бы, ну такие же были. Я каждый день молюсь, Господи, пришли жителей, которые любят закон твой. А в православии даже молитвы не поют. Как закон твой? Какой закон? Они считают книжка, закон Божий, как с речки подавать. И вот это, считая, примени к себе. И начни это делать дома. Не проспать. Кто встал? До этого скажите, пока мы с вами не познакомились. Кто вставал в 4.40? Не один. Сейчас кто встает в 4.40? Поднимите руку. Пять часов я встаю. Понятно? И никто не учит, не заставляет. Никита, ты еще не поднимаешь руку. Ну, понятное дело, что я встаю. Вот так. В 4.40. Ложись в любое время. В 4.40, чтобы был на молитве. Понятно? В 4.40 я остановлюсь. Но я раньше ложусь, я встаю иногда в 2, иногда в 3. С компьютером надо работать. Много работы, и я работаю. А они встают уже все вместе. В 4.40 за стенкой Надежда Васильевна. К ней кто-то приехал ночует. В 4.40 они уже им звонок дают на крысе. И в 4.40 они приходят на молитву. Дальше мы считаем. Считаем. Сколько? Скажу сейчас. Два часа. Слово Божие. Два часа. Иногда с лишним. И они сидят и слушают. А там мы насчитываем вот это вот. И ежедневные события дня. Час. И эти по полчаса ролики идут у нас. Их уже 70 роликов насчитали. С Никитой. Вот как. А я вам помолюсь. У православных нет этого ничего. Я еще говорю. Да как так? Вот мы приезжаем где-то. Да допустим приехали. Сразу спрашиваем. А у вас тут собирается Слово Божие следовать? Нет. Как? Помолились. И никто? Нет. Нет. И священник? С нами давно знаком. Батюшка у него ездит каждый год. Собираетесь? Нет. А почему? Ну почему? Ну у нас вот если бы сказали. Не собирайтесь. Сразу. А почему не собирайтесь? Это воскресенье. А почему не собирайтесь? Понимаете? Здесь вопрос не возникает даже. Это люди. Которые не вошли в это русло. Тебе труд перед тобой. Приучи к этому. Почему в 4.40? Меня все спрашивают. Ну это от меня идет. А я почему? Я не знаю. Я просто высчитал это. Я сначала это почувствовал внутри. И стал все время в 4.40 вставать. Ну в 4 или в 5. А то в 4.40. И потом считаю. Мать Тереза Калькутская. Все вставали в 4.40. Потом еще нахожу. Я не знаю почему. Но это что-то там. Что-то какая-то. Это что-то. Вот и все. Мы будем примером. Нас не будет. Люди в 4.40 с нас будут вспоминать. По крайней мере. Матчать 7 минут зашли. До начала богослужения. Будут вспоминать. Мы должны быть начатка Махая. И начатка Барнаули. Чтобы нас не ахаяли. Аминь. 1-я глава. 8-й стих. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Толкование. Ваш пример, говорит апостол, наполнил словом и учением Македонию и Грецию и всякое место удивлением, что в какое короткое время вы показали такую веру. Как бы говоря о чем-то одушевленном, апостол употребил слово «прошла». Настолько сильна и действенна слава о вашей вере, что люди и не ждут, чтобы мы сказали что-нибудь о вас. Напротив, всякий раз, как мы начнем говорить, чтобы и их привести к подобному же соревнованию, они предваряют нас своими рассказами о ваших подвигах. Абсолютно точно. Понимаешь, при том сочиняют, добавляют, как вот зэки. Они любят людей, что более героическое. Недавно у меня один вышел, у меня, а я вас знаю. Мы когда ехали, стали проверять билеты, и мой брат ему посмотрел, он вот так на меня передал, а я этот же билет продавщице показал, кондуктору показал. А когда кондуктор ушла, вы брату сказали, вы за него отвечать будете, он вором будет, воришкой. На меня, говорят, сказали. Я так испугался, но, говорят, вором я не стал, но и больше так делать не стал. Понятно? Мы даже сами не замечаем, где что-то сеется. Ты только живи по правде, никогда не допускай никакой лжи. И остальное Бог посмотрит. Как именно? Я не знаю. И вот они там говорят, что-то раз, вспоминают. Мне говорят, а вчера тут на улице встретились, и вас вспомнили где в Хабаровске. Пишут, Краснодар, это вообще вон где. Стали разговаривать, и юговисты вас знают. Сказали к вам, они сразу разговаривать не стали, ушли. Даже никак. То есть вера, она обязательно будет засвидетельствована. И надо об этом думать, не надо бояться. А вы говорите там, говори о Боге. Но Бог сделает так, чтобы как-то совмещалось с живым человеком. Вот Он говорит об Ахае, приветы передает, писал тертий. Ничего особенного там нет. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. То есть, что наш приход к вам был соединен с тысячей смертей. И однако, ничто вас не возмутило против нас. И сами вы подверглись из-за нас опасностям, не отвергли нас, а обращались с нами так, как будто насладились бесчисленными благами. Это был вторичный вход. Ибо апостол, отправившись из Фессалоник в Эверию, был преследуемым. А пришедший туда, к фессалоникийцам, так был принят имя, что они готовы были положить за него души свои. То есть, вы обратились легко и с большей готовностью. Здесь же очень, кстати, вставил увещение, искусно напомнив им, от чего и к чему они перешли, и чтобы достойно сего и жили. Вот Виктор Андреевич перечислял, от чего он перешел и к чему. Где он только говорит, по каким помойкам меня только не носило. Виктор Андреевич сегодня рассказывал, как перед тем, как к общему прийти. И эзотерика, и Кришна, и что-то вон там. Вот. Каким идолам только не поклонялись. Да. Безумие. 1 Фессалоник в Эверию, 1 глава, 10 стих. И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Толкование. И это особенность того же метода, потому что в виде повествования учил ждать Сына Божия. Ибо самое лучшее утешение для скорбящих, то, что страдавший воскрес и находится на небе, что он придет и избавит нас, скорбящих, от грядущего гнева. То есть от наказания, как действительно благоугодившись ему верой и непорочной жизнью. А причиняющих нам скорбь он не пощадит. Так как бедствие над головой, а благо в будущем, то апостол приписывает им великую веру как ожидающим и твердо надеющимся на Бога. Будущее. Желающее сказать. Я хотел вам сказать про себя. Скажи о себе. Я вот смотрю, сёстры, там день рождения там у нас, и все многие лето поют и так далее. А у меня вот в 9 лет Господь послал какое-то просвещение. И я начал в лагере, вот в Ай был, всех расспрашивать воспитателей, пионер-вожатых, как вечно жить. Они там от меня, видать, уже поняли, кошмарики. И они меня заперли в туберкулезку. Я даже не помню этого, оказывается. И мама приезжает, и звонят маме, прямо на работу. Вызывают её срочно в пионерский лагерь, заберите, говорит, ребёнка вашего. Его надо обязательно показать психическому врачу. Она говорит, а что такое там случилось? Такой парень нормальный, играет в футбол, бегает. Ну, такой резвый малышок был. И всё, и вот он приезжает. Действительно, я в отдельном туберкулезном этом диспансере сижу, там две кровати. И меня никуда не выпускают, всё. Я там несколько дней просидел. И она меня оттуда забрала, оттуда со мной разговаривает. А я говорю, дедушка приходил и сказал, что вечно жить надо. Ну, то есть у меня какое-то было видение, видать, Господь сделал. Просветил. И я уже целенаправленно, в 14 лет, отказался праздновать дни рождения. Мама за голову хватается, говорит, как так? А там же друг к другу все ходят в школе, в классы там целые собираются, тортики там всё. А я говорю, нет, я же старею на год, старею. Какие праздники, я говорю, понять не могу. И меня никто доказать этого не мог. И до сих пор я, когда начинаю о днях рождения говорить, а потом я читаю в православии, не день рождения, а день усопшего. Когда умер, ставится вот такой крест, вот вспоминается, что. И Библия всегда говорит, лучше быть там, где усопший, нежели там, где радость великая. Вот Господь как просвещает, непонятно, через что возьмёт и достанет. А это был социализм, причём не простой, а глухой, напрочь, закрытый. 74-й год. Ни о каком Боге вообще никто не слышал. А я, видать, повторить не мог слово Бог. Не мог повторить. Там было сказано. Но я вот запомнил вечная жизнь. Такое словосочетание, вечная и жить, это вообще никогда меня не касалось. У меня мама-то повторить это не могла. А вот ты ребёнком, то есть, начал понимать, зачем считать года, когда есть вечная жизнь. Смысл, да, в этом случае? Да, да, нет, ну я и понимал, что зачем это вот. Вы дайте мне вечную. Так я спросил у всех, никто не знает. Все меня говорят, да ты дурачок что ли. Ты чё спрашиваешь, какая вещь лежит, глядя, все умирают вокруг. И такая печаль напала, ещё больше печаль напала на меня. И в 14 лет всё, я дни рождения не праздную. И сейчас до сих пор у меня это осталось, я никакого дни рождения не праздную. Продолжим. Первая фессалоникийца, вторая глава, первый стих. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственным. Толкование. Великий, говорит апостол, ваши подвиги, только и мы пользовались нечеловеческим словом, и не был наш вход бездейственным, то есть, без опасности, искушений и вообще без неприятностей. Ибо как много раз сказано, опасности укрепляют веру, без них она была бы тщетной. Но я немного могу рассказать случай из-за опасности. А там мы там на Урале, когда я ещё жил с братьями, и тоже как-то приходим, на вечернее богослужение. На вечернее богослужение приходим, и наш отец Дионисис, там местный священник с братом Андреем, с Минягиной был, он говорит, всё, говорит, вроде я натерпелся, уходите из храма. И обвинил нас в Ересе, он ещё говорит, посмотрите, куда вы вообще идёте, говорит, типа за кем. Ну там насчёт книги, вот брат Андреев, он очень активный, распространял книги открытым оком, ну и я тоже распространял там, к счастью. Вот, и выгнал нас из храма. И я сразу почувствовал внутренняя такая бодрость, только вот, началось. То есть как бы гонение, я сразу раз, так, в настороженности, я, то есть, более, ты уже не так расслаблен, то есть гонения, они всегда побуждают именно бодрствование. Вот к этим словам я имею в виду. Ну а потом мы позвонили, батюшка нас утешил, Инафий сказал, не имеет права вас вообще угонять. Ему на воскресенье уже пришли и стояли в храме. Сами закончили своё гонение. Да. Там Володя зашёл первым. Как про этого проповедника, который через лес-то вёз мужчину. И говорит, ну ты приготовил смерть? И сам же получил возжание. Вот, говорит, пострадал за Христа. Первая Фессалоникийства, вторая глава, второй стих. Но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Толкование. Избежав опасности в Филиппах, мы снова у вас впали в другие опасности. Смотри, как опять всё приписывает Богу, сказав, дерзнули в Боге нашем, то есть одушевляемые им. Ну, я бы уже сказал, вдохновляемые, что воодушевляемые, как-то совсем тут уместно. Ну, душевный думает воодушевляемые, да. А тут одушевляемые. Ну, пускай так будет. Здесь, ну, вот духи у них здесь говорится. О духе. Говори, брат. Олег. Учитель Израилев побежал. Вот это мы привыкли, так что Слово Божие ещё не спросят, раз, Евангелие раздавать. А когда-то ничего не было-то. Как же жили-то? Совсем нет ничего, ни одного Евангелия. Мы прошли Корабельникова, куда это чудотворные иконы везут. Я не знаю, одно или два Евангелия нашли только. Мы подарили у них 450 новых заветов. Да, священник узнал, он там как-то... Ой, Игнатий Тихонович, только уезжайте скорее, Роман. Только уезжайте. Прошло время, его не наказали, милиции вызвали, натравлили. Его поставили, сейчас епископ Абрусовский стоит. То есть положение в церкви даже неопределенно какое. Вообще обманщик, просто неверующий человек. И представьте себе, мы там были, из дома в дом зашли. Одна бабка сказала, у меня есть Евангелие. А кто-то из наших рассказал, говорит, ну покажите. Она выносит там написано, сонник, сонник, сны разгадывать. А в одном доме вас знают. Она говорит, а я думал, это поминальники дают. Ну нам что надо, отец Роман скажет. А это не надо нам. А сколько воскресенья бывает? Человек шесть. А сколько священники-монахи там бывает? Семь. То есть больше, чем людей, которые приходят. Совсем ничего нету. И он увидел только, он запах упал сразу. И мы ни в храме не говорили, ни в ограде. И все это заснято. Как он с кареток уходить. Вызвал милицию, майор ходит тогда. Ты же был? Я видел просто. Вот так. А что можно сделать? Ничего, только уничтожать. Потому что вот это отношение людей враждебно Богу. А куда бы ты ни пришел, ты проповедуешь. Первое слово. Мне в жизни пришлось в очень разных обстановках говорить. И скажу, что мне на земле жизнь Бог даровал за проповедь. Но только проходит какое-то время, день-два, приходит разводящий там, где и так, лапки на выход, без вещей. С вещами, это значит, матрасик, все забираешь. Куда? К начальнику тюрьмы. Так, никого ко мне не запускать. Соломин Александр Семенович, полковник, родной мой, ты мне вот расскажи. И начинает дальше. Да как ты считаешь? А то после человека умрет. И как? За все, за все будут спрашивать. Я ему говорю, опять, проходнее два, опять. А война все-таки с Китаем будет или нет? Говорят, вот Михаил там Мещен. У него вопросы-то еще такие. Дальше больше, он уже больше знает. Меня утешал. Меня повезли, когда, да у тебя статья легкая. Не еще переживешь ты, не унывай. Дал телефон позвонить, чтобы мне сапоги принесли. Ну, родной мой. Только побыстрее. У меня тоже проверяют тут. А это нельзя. Нельзя. Следователь подумает, что я что-то там даю такое. Тюрьма. Вот и все. В камеры идем. Остались двое. А сан их раскидали. Директор главный, рыбак Алтайского края. Север Владимир Митрофанович. Космонавты. Первые секретари. У него все там охота. Он все рассказывает как. Он их всех знает где. Ну, кажется, что ты говоришь, неч. Остался он один, мы два. А я молюсь. Нас повели. На прогулку. Ну что, Володя, тебе небось легче теперь с этим, с напарником с ума сойти. Трудно не видал, чтобы день и ночь молились. Его тошнота берет. Такие дни он в суде. А в воскресенье-то он здесь. Ему никуда не десет. Я говорю, ну потерпи маленько-то. Ну как-то разведет нас Господь. Обычно, если кто-то кого-то выгоняет, бьют его и, говорит, поставить на лыжи. Тогда он стучит, отворяет, его убивают здесь. А здесь он просится из этой камеры, из моей. То есть обстановка такая была, что он. Он раскидает такой проворный был, любого. А здесь никак, ничего не могу. Уберите меня от него, а то я тоже с ума сойду. Доцент. Меня уберите от него. То есть я его на лыжи поставил. Вот какое дело, то что живое слово. Вагон везут на этапы. Свирепсует новосибирский конвой славится. Ужасно. Все рассказывает, даже не поверят люди, что они там вытворяют где-то. Через стенку женщины просят молитву. А так же решаешь она, ну а стенка же вам угонит. Я молчу, он подошел. А вы слышите, они вас просят. Я говорю, а почему не отвечаете? Я говорю, по уставу нельзя. По вашему уставу я не должен отвечать. А я разрешаю. Разрешаю теперь спросить, что им надо. Нам молитвы надо. Я говорю, ну скажите, там бумага, карандаш есть. Я начинаю переписывать. Я говорю, в туалет бы сводили. В туалет не ведут. А женщины, батюшка, заступись за нас. В туалет-то сходить охота. А ему не положено, как бы не напали. А я ему сказал, он начал водить. Слово Божие прорубило все это. А завтра, завтра уже, представьте, с Новокузнецкой нас выводят. Уже этап, уже этап уходит. Но перед тем, как уходит, по уставу надо собрать всех, кто нынче уходит на этап. И начальник той охраны, которая там есть. Или конвой, я не знаю кто. Так, претензии есть. А бараний бог тебе сказать претензии. Тебе зубы в мешочек сложат. Ни один, никуда. Есть претензии. Он аж стрепенулся. Жертва, кролик вылез. Против удава. А на меня бежу, смотрится мой, пропало. Это как вот Кама Гридеши, когда он сказал, ну Петро не пропало-то, он Мирону-то как сказал. Вот зажрежет. Я говорю, авторучку у меня взяли. А не вернули. Он сразу, а кто это такой? Ему надо бить меня, но надо узнать. А те подошли, ему показывают. А там написано, печать КГБ стоит. Линия не трогает. Он сразу так, пойдемте. Завел, а тут стол, заваленный ручками-то. Бери сколько надо. Я говорю, да моя ручка не видать. Он, окрой сумку, он берет со стола. Ручки мне туда. Строй. Я возвращаюсь живой, всем ручки дают. А как так? Что слово? Живое слово. Так я говорю, на этапе, перед этапом, в тюрьме. Я там проповедую, а там выйти нельзя. Клопы заедают. Подошел один, сильно клопы кусают. А они сделали, начнем спать, эти, как плиты мраморные. И вкрапления красные, не видно, где клоп-то. А они кверху. Оттуда лента, и на тебя падают клопы. Все в крови. Подошел там, батя, собирайся. Я ничего не знаю, вывел тут в милицейскую комнату. Их ментов нельзя сажать, их сразу убьют. Зашел, там мы-то, чисто, ни одного клопа. Меня туда поместили. А тут я им теперь проповедуюсь. Слово Божие прорубает все. Это другая тюрьма, это другая, Новокузнецкая. И милиционер слушает, один лежал вот так вот, майор. А вот если такая ситуация, он рисовал мне разное. Как вы поступили? Я говорю, вот так он. Я говорю, вы совершенно неуязвимые. Я говорю, так это Бог так сказал. Ну я-то следователь, я знаю, что так можно бы, но это никак нельзя. Я говорю, так вот перед этим. А он где-то на охоте был, ну и нечаянно убил товарища. В камышах вместо утки убил товарища. А там другой жену убил, все такие тяжелые статьи. И я среди них отдыхаю. Но я им тут теперь по полной программе выдаю. Так я-то не сам. Впереди меня Господь Духа Святого посылает. Привозят в Кемерово. Только камеру открыл, в камеру сразу один подходит. Я говорю, а вы Бог? Я говорю, какой же я Бог? Я человек. Жертву приносить собрался. А мне ночью сон был, что к вам в камеру, говорит, Бог придет. Я говорю, я вестник Божий. А что вестник? Я говорю, в Библию проповедую. Так он меня до утра переписывал. Сидел в Новый Завет. До утра спать не ложился. А играл-то в карты до этого. А там цыган. Он дочь убил, она без разрешения куда-то пошла. Он к нему, он с ними разговаривает. Он аж из себя выходит. А ты со мной только сейчас играл в карты. Он не разговаривает. Пишет и пишет. А его за то, что они там валюту обменяли. У него и статья-то такая наросчешная. Хороший, высокий, такой рослый. Так я ему там что-то только не дал. Что у меня было. А там идешь, впереди тебя вот как ледокол какой прошел. К тебе другое отношение. Вот привезли в одну тюрьму. Так, дают там рваные, вшивые, мариные. Так, я дохожу. А раз дают, а баландер называет их там это. Коптершик. Ну какая разница. Этап-то один у меня сразу. Отойди в сторону. Я отошел, стою. Все прошли так. Батя, идем. У меня для тебя тут припрятано. Открывает матрас новый. Просто не новая. Наглаженная. Сложенная все. Я говорю, откуда вы знали, что? Я знал, что ты придешь к нам. Повели. А где бы вы хотели? Я говорю, где воздух есть. Воздух-то везде курят. Я говорю, вот это я не хочу. А она советует. Я говорю, ну как-то посадите. Вот там никого нет. В карте. Ну в карте это там зают, а нету кровать-то. А утром-то рано выдергивают штырь-то. И кровать-то падает. И ты-ты-ты-да. А меня это не делают. Подожди. Ну и как? Я говорю, дышать трудно очень. Дышать трудно так. Ну-ка, Мария сбегает. Там она притащила швабру. Она в окна раз. Стекла загремели. Выгнул как оттуда в воздух. Я говорю, замечательно. Ну вот и все. Первый раз. Я их не знаю, как звать. Только Мария. Другая что-то начала там. Слышу тихо. Что-то я не могу. Там женщина кричит. А они молча шланг принесли пожарный. Как она закричала. Они открыли. Начали. Она орет, лежит. А они ее холодной водой там температуру снимают. Все. Эти же самые люди. Почему? Бог. Живое слово. В этот же день. Не в другой. Я показываю только маленькую частичку. Что Бог дает. Сережа. Не дремни. Посмотри. Рука поднята. Давай. Хочу засвидетельствовать. Такое дело, что лет пять или шесть, а может больше назад был такой момент у меня. Я проповедовал. То ли в поезде, то ли где. Я не помню. Но хорошо помню, что отозвался человек, мужчина. И он сказал, что говорит это. Я знаю, говорит. Он меня спросил. Вы не связаны с Лапкиным? Я говорю, связан. Он говорит, я его помню. Мы сидели вместе. И он мне проповедовал. Сразу откликнулся. Вот. Вот. Через дом. Не через дом. А остальный дом. Она кому из наших говорила? Мой муж, говорит, вернулся, Да я к тебе приехала. Да подожди. Сейчас, говорит, будут выводить. Смотри, вон он, вон он идет. Я говорю, ну и вы помните она. Ну я так вроде как будто она не запомнила. Вот вы же с бородой сейчас. А что значит слово? Да. А не было бы Библии, как все стоял, бастонал, там плакал и все. Слово. У меня лично был такой случай. Мы когда жили в Корчино, я возил, покупал молоко на ферме, перерабатывал, возил наукузнец. А когда ездил, только перестройка началась, люди, никто ничего не знал. Я садился в купе, в плацкарный поезд, и пытался завести разговор, чтобы людям рассказать. И рассказывал, и обычно до Барнолова доезжал, и много народу собирался, и слушали. И у меня был такой момент, что я вышел, пошел купить что-то себе, перекусить. Иду обратно на поезд с вокзала, и мне навстречу мужчина идет, говорит, о, привет, проповедник. Я, говорит, так и встал. Вроде бы делаешь дело обычное, просто рассказываешь, а уже, а тебе уже знают. То есть Господь так устраивает. Слава Богу, да. Молва. Молва идет, да. Общий вагон, едут на полке, и батюшка наш начинает говорить. Потеряевка. А один слушал, слушал. Нет, ты, говорит, меня не убеждаешь. А вот здесь, говорит, деревня есть одна Потеряевка, там один живет, говорит. Мы однажды ехали, он чуть-чуть не весь вагон, говорит, они любят прибавлять. Да знаете, он начал рассказывать, а батюшка, говорит, молчал, молчал, да и сказал. Так это брат мой. Они его на уровень поднять-то надо, до того смешно. Про тебя будут рассказывать, и ты не узнаешь, что-то про тебя говорят. То есть у них все время есть какой-то идеал, к которому стремятся они. И когда они тебя видят, они сразу это соединяют с этим, а тот идеал... Вот вчера мы слышали, тут пришел, приехал ко мне Шубин Валерий, с ГТРК, с радио, записывает меня здесь, и включили, и он рассказывает. Вот Лапкин, когда был мальчик, он видел себя, как он щит на нем, там Латы с Александром Невским, и все, я ему спрашиваю, когда, а передача-то уже Паша на Алтайский край, передали так, я говорю, ты откуда взял? Ну я как по-другому-то, я должен добавлять, я тоже автор. Я говорю, у меня в мыслях не было Латы какие-то, Александр Невский. Вот так они героев-то и делают. Да, еще я. Герой, я по-другому. Мы меняли квартиру, помните? И пришел к Сорокин к нам, он в книгах у вас где-то есть. Пришел, посмотреть, значит, он там начальство какое-то, и говорит, нет, это другой. И посмотрел, у меня иконы, выходит и говорит, а вы что, верующая? Да, верующая. Да, какая у вас вера, говорит. Вот я знаю верующих, вот это да. Потеряевки, говорит. А это который, где же нам доставал, вот это все. Он говорит. Все-таки надо стремиться, на основное Бог усмотрит. Мало того, даже следователь, который меня вел, и мне говорят, он говорит, как чуть-чуть, так и говорит, вот у меня был подопечный там это. Ведь никому его не доверили, а мне. Это был следователь, и меня ему доверили, что он допрашивает, и он считал, что ему какой статус повысили. И правда, прошло маленькое время, его начальником отдела поставили. Вот как. Надо довериться Богу, и Господь как-то так сделает, ты сроду даже скажешь, вовеки никогда бы не сделал так, и не сказал бы. Иногда говорят, а вы нам так сказали. Не знаю. Я даже не говорил этого. Говорили. У нас свидетели есть. Вы говорили. Свидетели. Я говорил, что советская власть рухнет, и как она будет. Да к первых секретарей ко мне привозили в Потеряевку, когда еще Потеряевки не было, а лагерь был. Вот в прошлый раз ты привозил, я тебе говорил, племянника. Это не племянник, это с краевого КГБ приезжал. А второй раз был, это секретарь райкома. услышать от меня, что я им говорил, что после ГКЧП, нет, до ГКЧП, что советская власть рухнет. Ее не будет. А как вы могли знать? Понятия не имею. Я просто говорил, и говорил, и молился об этом все годы. Я каждый день молился, чтобы вот это разрушилась, империя зла, империя лжи. Не было бы ни Потеряевки, ни этих собраний, ни книг, ничего не было. Ну, были бы тюрьмы, и тюрьмы там были. Тюрьмы были бы в достатке. Надо себя так настроить. Я вот когда ходил, а потом у баптистов выступал, и говорю, ну вот вы когда шли туда, что-то просили у Бога? Я говорю, просил, только одна просьба была. А какая? Чтоб дух молитвы меня не покинул. Как я дома молился, чтобы так даже больше там было. А что это такое? Отделенные баптисты. Ну, дух молитвы. Мы даже не слышали это. Ну как? Ну, а чем вы занимались там-то? Я говорю, я псалтырь прочитывал за два дня. Каждый день, два дня пройдет, я его прочитал на молитве. Каждый день, допустим, две или три тысячи поклонов. Это в день. И за неделю попутно прочитываю весь Новый Завет. Мы даже не слышали. И каждый день два часа проповедую заключенную. Два часа с восьми до десяти. Даже не слышали. А священники были, были. Вот один лежал на этой койке. А я не считаю никакой, ни подвиг, ничего. Просто это мое желание. Я там делал так, как я и тут пришел такой же. Помню, когда в Жанатасе были, Жанатас, Жабульская область, Казахской ССР. Рор. И он когда, не крестите здесь. А были у этого, называется он, как замполит, а этот урор. А я сижу и перекрестил. Он меня по руке ударил. И ударил так, скользко. Не больно, вот так вот. А этот ему тоже казах, по-своему, начал говорить. Тот сразу руки отдернул на меня. Я знаю, что он ему сказал. Что это под охраной КГБ и трогать нельзя. Мне гражданский там один сказал, приезжал и наказал. Не думайте трогать. И я сразу, так вы и по-славянски считаете, это так, Улубаев. И тот ему говорит, он вот так-то делает. И все, он больше ни разу. Да он убил бы меня. Зверь, не человек. Тут все сразу, как говорится, на тихих сырлах. Почему Бог? Послали чистить картошку. А мороженое там, холодно так. А там тоже за большие деньги покупают своим сидельцам, чтобы там быть. Не на производстве, а там порция другая. Подошли. Так, отец, пойдем к нам. Я говорю, картошку надо чистить. Отпускай чистят они. Пойдем. Так ты нам расскажи о Боге. Наливает там кашу, чашку. Пообедай здесь. Так я же обедаю. Ну еще съешь, тебе не помешает. Это, я их знать ни одного не знаю. Вижу первый раз, что Бог мой, Бог берет их. и там где-то в закутке мы сидим, чистим картошку, он меня оттуда отрывает. Никакой картошки не надо, с нами будешь садись. Они тоже зэки. Зэки, но привилегированные. За большие деньги покупают им это место. Ну это, хозбанка называют. Типа хлеборезы там все эти. Ну, чтобы как-то тепленькое место найти. У меня не было тепленькое место. И все как-то Бог так делает. И врач, и начальник, и на который начальник отряда был. Мы ее и нашли, мне помогли найти ее. Словак Владимир Васильевич. И сейчас мы переписываемся. Я ему книги послал. Никогда не думал. Вот представь. Учит на швию, сколько надо. У нас обучение было, кажется, полчаса. Вот так. Девать, ногой тут нажимаешь, вот это все. 20 и на фуфайках в день. А бригадир ходит, черенцок лопатой у нее. Учит. И вот, когда там были, а я на другой работе эти матрасы делал. Я сказал, мне сидеть больно, нельзя. Там операция была тяжелая. Проверили, так и есть. И далее другой работы. И он идет, мимо остановился. Высокий рост там. Ну, я не знаю, наверное, метр девяносто больше. Такой сухощавый. Так, подошел, меня за руку схватил. Бегом, беги за мной. Я глазами... Беги, не останавливайся только. Бригадиру видал, куда это я за мной? Если тут только не глядывайся. Бегом, бегом, бегом. А в зоне, там еще одна зона туберкулезная. За высоким-высоким железным забором. Он туда меня затащил, на замок хоть застучись. До утра я его не отдам. А до утра он вращал, там Татьяна Прокопьевна с ней переговорили. Меня проверили. Его надо туберкулез. У меня его нету туберкулеза. У меня только бронхи почернели. И все. Так, двойную порцию масла. Молока. Совершенно незнакомый человек. Конечно, тут какую-то роль сыграла Надежда Васильевна. Где она? Вот она. Она там была с ними. Тайна прошла, там где-то беседовала. И сейчас мы, он у меня каждый день, вижу, он выходит на наш сайт, на проще. Это Бог. Богу доверишься никогда не просчитаешься. Это новое место. Я там никогда не был. Знать не знаю. Он меня спас. Обыск был. Я прихожу. Библии нету, просфор нету. У меня лежали туберкулеза. Он пришел сразу. Не беспокойтесь. Я с тобой проверка сегодня. Я все забрал, к себе унес в кабинет и под сейф закрыл. Сейф закрыл. Офицер. Это в советское время еще, дисциплина-то была какая. Я говорю, у меня когда вы вывели, Москва дала указание, чтобы в два часа я был на воле. Как меня с работы дернули, скорее, скорее. По часам смотрят. Москва дала, в два часа должен быть за той стороне зоны. Вот высполняют как. Так меня там замотали. Уже не обедать, еще некогда. Отдавая тетради, ручки, там, Библию, кому что-то отдать. И бегом, бегом, бегом. во время второй час. Раз и на той стороне. Я говорю, я не выйду, мне к начальнику тюрьмы. Тогда оттуда заведем. В два часа мы должны быть на той стороне. Какая точность? Я говорю, так мне дали офицера сопровождать. Он говорит, так это я и был. Словак, фамилия-то какая. Это я и был. И вот мы с ним сошлись и сейчас. Это Бог делает. И поэтому с Богом вам, говорят, жизнь скучная. Я рассказываю, скучно? Так это на одного человека. Это каждый день сказочно, непередаваемо, необычайно, невыполнимо и радостно. Вот у меня с собой, вот я сейчас покажу все время, вот смотри, какая пачка этих, Сережа, твои эти. Как усну, вижу, с кем-то беседую, в карман лезу, их нету там. Так спать, ложусь с собой, беру в карман. Во сне. Где-то кому-то давать нету. Один и тот же сом, все время нету у меня этих, визиток-то. Спать ложусь, дай-ка я с собой. Рядом положу. Сны-то какие снятся? Кто-то табак носит, а мы визитки. А помнишь, это, кажется, собачье сердце, он его проверял, ты говоришь, стаями, голая баба, стаями у него. А у меня вот, вот, еще было, то и есть. визитки, Сережа, на меня больше и больше. Давай, еще там не все. Первое, фессалонкистом, вторая, глава, третий стих. Ибо в учении нашим нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, толкования. То есть наше учение не обман. Ибо обманывающие не подвергают себя опасностям, а скорее вдаются в роскошь. Я же подверг себя опасностям. Отсюда таким образом ясно, что мое учение не обманывает. И что не за человеческие дела я принимаю на себя опасности, а за божественные и непреложные. Я не учу чему-нибудь нечистому, как учат маги и волшебники, ни стремления к возмущениям и переворотам, как делают последователи февды. Все. Вот доказательство, что учение истины, это человек добровольно подвергает себя опасностям и гонениям. То есть его гонят, а он все равно на своем стоит. То есть а лукавый он, а что он будет и прекращает. Ему зачем эта выгода-то? Какая, чтобы все гонали? Нету никакой. И вот сравнивает с волшебниками. Хорошее издание, новый заверш. О чем я только думал, все воплотилось. И раскрасили большую часть. Вот, пожалуйста, Игорь Владимирович, Ольга, Наташа работали. Есть, пожалуйста, закладки, округления, квердом переплете. Все, что хотел, выделены отдельные места, комментарии. То есть, наше издание нового завета лучшее из лучших. И такого больше нигде нету. Они могут переиздавать только. Даже это и то Бог выполнил. А как я хотел, чтобы раскрасить. Все только не придумывал. Пошел, помню, здесь фото-выставка была. Нет, рисунки эти, художники были. Договориться с ними, чтобы Юстава дали закрасить белой краской, а потом уже нарисовать, какой надо. Я не знал. А оказалось, Женя Клейменов показал. Вот такая программа. Да. Продолжаем. Первая фессионокийца, вторая глава, четвертый стих. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестием, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наших. Толкование. Бог говорит, удостоил нас и избрал, чтобы верить нам в Евангелие. Он не избрал бы, если бы не признал нас достойными. Посему мы остаемся такими достойными, какими избранными были им для столь великой проповеди. то есть мы делаем все это не для того, чтобы угодить вам, но желая угодить Богу, который испытывает тайны или потому, что он постигает сердца и дает венцы. Никакой обманщик, лукавый и нечестивый человек не может ему угодить. Вот сегодня как раз Виктор Андреевич говорил о человеке угодии. Был у нас один крестился в этом году и вот из-за человека угодия ушел из общего. По Библии вопросы задают старобрядцы. Где в Библии написано, если же она не слушается, то можно бить железным жезлом. Я говорю, железным жезлом. Я говорю, это старобрядческая подпольная книжка. Я там может быть такое назвал. У нас занятия идут и возникло такое. Я говорю, Иван Затаус говорит так, другой с женой так обращается, что жилища слышны вопли, будто в своем логовище дикий зверь терзает добычу. Лев поймал козлу и он дерет там и она орет там у него. Почему? У него получка сегодня. Рисует он на полу лежит, вот так скатерть стянул, стаканы, а жена перед ним стоит. Ну, Вася, ну ты же говорил, что последний раз. Да мало еще по пьянке не сказал. Жену жезлом железо вот старобряса вопрос какой. Они профилактику каждый день они упорные жены, они по субботам перед баней. Жены вообще упорные, чтобы Трампа скинуть во всех странах, ладно американские справляешься? Вчера она пишет, его Игорь говорит, видно, он говорит, подкаблучник. Я говорю, где такой каблук на его нашли? Не, ну есть, конечно, есть. Я Марину сегодня спрашиваю, она смеется. Я говорю, так у тебя муж подкаблучник. А что такое? Что такое есть? Игорь, подкаблучник. Есть немного, есть, сознаюсь. Есть, постарел. Слушай, сонная красавица. Справляешься. Алло. У тебя муж подкаблучник? У меня? Да нет, конечно. У тебя покойник уже муж. А что, говорит, я разве уже покойница? Он подберезовик уже. Я только ему всегда говорила, он с работы идет, обязательно на открытый рынок они заходят. Там пиво, пизда, все. И он уже идет, я уже в окно смотрю, он идет на растопашку, все так это. Он заходит, я говорю, Вася, как бы я тебя любила, если бы ты не пил. Раюня не буду. Не буду. Вот ага, не буду. Проходит получка. Да какая получка? Ты на третий день опять идет на растопашку. Это Шичко есть такой, записан дневник. И он записывает, вот я сегодня прошел мимо пивной, товарищи звали, я прошел до дома и подумал, какой я все-таки хороший, вот за это я выпью. Повернулся, такой крепкий, что он не поддался на его и его и его слышали, за что? Зато заболел 3 сентября. Ни даже вот никакого упрекла, никакого ничего и исповедовался. Я говорю, может исповедоваться, притеслишься? Да. Ну и видать. Родственники говорят, когда уже наступил смертный час, Никита Сергеевич Хрущева жена сидит его тут, Нина Петровна и говорят, он говорит, уже что-то у него там было никак. Чего бы ты хотел? Стакан водки огурец. Это все, что у него осталось. Так мы молиться не умеем, а все-таки сидели в коридоре молились. Жена его говорит. Вот и момент. А если бы ему все говорили обои, было бы другое. Водки, стакан огурец. Вот и причастился. еще что, какой случай интересный. Я вот над ним думаю, но так никому ничего не говорю, но сама так думаю. Значит, дочери моей, с ней сосло, и идет папа и говорит, на встречу ей. Я остановился, говорит, веди, говорит, мать в храм, она туда дороги не знает. Я говорю, Верка, ты что? сон закончился. Ты иди к нам. Так я сразу пошла. И сразу как узнала, идут такие занятия, Андрей заходит ко мне петухов и зовет меня. И я сразу пошла. Вот видишь как. А что? Восемь апостолу Павлу приди к нам и говорит помоги нам муж македонянин. Ничего особенного нет. Введение ему. Введение. Первая фасы Моникитцам вторая глава пятый стих. Умейте остановиться на полсловице. Слово Божие читайте. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства как вы знаете ни видов корысти. Бог свидетель. Толкование. Так как он перед этим похвалил их то чтобы похвала не сделалась подозрительной он говорит никогда я не льстил вам что свойственно обманщикам и теперь не льщу и не по страсти к деньгам мы проповедовали того что я не льстил вам и вы свидетели а что я не корыстолюбив Бог свидетель ибо вам это неизвестно. И комментарии на слова проповедовали и не по страсти к деньгам так комментарий Игнати Кончалавкина какие основные причины того что сегодня молодые люди поступают в семинарии избирая профессию священника пожизненно вопрос знают ли они что это самый скорбный путь какой только возможно продумать и самый ненадежный для спасения и путь самый славный если они будут верны слову Господню и ревностны в деле проповеди Евангелия какая основная мысль двигает священниками с Украины и Белоруссии заполонившими Сибирь они не по страсти к деньгам прибыли в холодные края первоапостерской церкви как толкует феофилак были такие деятели которые по страсти к деньгам проповедовали нам это трудно понять как за проповедь можно получать деньги очевидно что тогда не платили ни за требы ни за заказные молебны и служитель ценился только за проповедь и таковых прихожане питали по крайней мере паства могла насыщаться духовно даже от таких корыстолюбцев но чему могут научиться сегодня пасоны если свирепствует корысть и трусость трусость и корысть это основная язва сегодняшнего советского православия если проповедь в духе святом истинная и огненная совершенно отсутствует а корыстолюбие буйно цветет и плодоносит то какой страшный ответ придется давать руководителям церкви Михея 3 глава 3 и 5 стихи едите плоть народа моего и собирайте с них кожу их а кости их ломаете и дробите как бы в горшок и плоть как бы в котел так говорит Господь на пророков вводящих в заблуждение народ мой которые грызут зубами своими и проповедуют мир а кто ничего не кладет им в рот против того объявляют войну в рот не кладет война пожалуйста а им какая польза что мы ходим свечки не покупаем молебны не заказываем а нас какой прок то ясное дело что зачем мы нужны смуту наводить но на 26 февраля готовьтесь пойдем все на войну прощем на воскресенье и что интересно батюшка приезжает нынче и мне и говорит по хрустским собор заходил и там говорит прямо на дверях что ли висит наше объявление об лагере до этого они посылали семинаристов которые срывали наше объявление на столбах и писали ересь а тут в центральном метрополичном храме и висит наше объявление говорю батюшка может не наше объявление ваше висит я тогда вспомнил последний почти день предпоследний я был там и зашел там где у них благочиние и сидел как раз священник отец Сергий Беляев и я ему это объявление отдал по лагерю он посмотрел хорошо и все повесил и никто не срывает как обстановку можно изменить но это благодаря конечно Господу Богу я когда написал в патриархию когда прислали этого тогда он был архиепископ епископ а потом его сразу митрополитом от сегодняшнего поставили я говорю многострадальному Алтаю наконец-то Бог дал епископа что можно поговорить а видимо из патриархии был ответ и прямо в лагерь мне пришло письмо из митрополии этот митрополит Сергий говорит как благодарен как Вы высоко оценили мою деятельность у меня ничего этого еще и нет то есть я просто выразил что я бы подлизывался или еще мы еще не знали друг друга я видел как он и он сразу когда батюшка сказал меня не будет я хотел бы чтобы он говорит а кто он говорит да вот Беляев отец Сергий хорошо вопросов нет если у нас что-то случится отпевать там надо заболел причастить договорились все видишь как это он меняет все и поэтому за него усиленно надо молиться просто нигде не забывать Сергий митрополит фамилия его Иванников это Бог дал его нам и спрашивает кто у вас архиерей это наш архиерей батюшка в прошлый раз ответил наш архиерей вместе молимся вместе патриарха поминаем он меня прищищал он меня своей рукой прищищал да кто же у меня архиерей тогда соседний Ванька или кто ну а там такие лжемиссионеры разные они кучкуются и нападают я читаю сейчас комментарии тут немножко осталось и закончим пророк Иеремия 23 глава 14-17 стих но в пророках Иерусалима вижу ужасное они прелюбодействуют и ходят в ложе поддерживают руки злодеев чтобы никто не обращался от своего нечестия все они предо мною как садом и жители его как гамора посему так говорит господь Саваоф о пророках о пророках вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю так говорит господь Саваоф не слушайте слов пророков пророчествующих вам они обманывают вас рассказывают мечты сердца своего а не от уст господних они постоянно говорят пренебрегающим меня господь сказал мир будет у вас и всякому поступающему полкорству своего сердца говорят не придет на вас беда и к нынешнему пастырству простирает речь господь вы дайте есть народу вашему и пастырство должно на совести своей держать обязательства питать народ истиной церкви должна неумолчно идти проповедь слова божьего молчащее пастырство что за пастырство а оно могло а оно много молчит чрезмерно много но нельзя сказать чтобы это происходило от того что нет веры в сердце так одно недоразумение дурной обычай все же однако это не оправдывает его святой феофан затворник а что если предложить вот это сергию вот он такой разумный вот они опять крестным ходом пускай собираются а мы вот с братьями сколько у нас братьев пойдем с ними вместе ну только разделить их сразу чтобы там пускай там эти девчонки у них будут семинаристы там кто еще и прямо вот так вот идти и раз на эту улицу отделились человек 20 на эту улицу отделились человек 20 и прям пойдем по домам будем благовествовать предложить ему и сразу мы одновременно проведем осталось за малым чтобы нас не ловил окошко ей колокольчик надо повесить вопрос а кто повесит потому что мы не знаем за малым дело то стало вот это она сиди пока сейчас уже не то время как мы ходили мы обошли с Игнатием Тихоновичем а сейчас в подъездах прячут наркотики священник там этот стоял и он значит одна часть у них семинаристы ушли наверх и остановились около дороги а митрополита нету вот сейчас и он встал вот так на углу а на углу мы стоим Сергей там снимает Володя вас узнал что ли так он семинаристом был вот они там пели все мы сходили тогда еще конечно мы узнаем все А, он стоит и говорит, женщина подошла и говорит, нет, нет, я это не буду брать. А я говорю, поглядите, какое крупное Евангелие она взяла, посмотрела. Нет, и все равно это я брать не буду. А он стоит и говорит, да это православное, берите. Она так на него взглянула, кто ты? А он священник стоит с крестом, она его вообще тоже в ноль уже расставила с нами. Он сразу стал уже не тем. Ну и все, я положил. Он такой, смотрит на меня, я тоже посмотрел и говорю, да, а вот нам, говорю, купелями некогда, говорю, заниматься. Чем нельзя? Купелями, говорю, некогда, говорю, заниматься. Вам-то, говорю, конечно, вы уже профессионалы в этом, говорю. 20 человек, да митрополит, да еще сколько семинаристов, что вы там сделали и все. Но, я говорю, заметьте, вы сейчас уйдете, а купель ваша, она льдом-то зарастет и ничего не останется. Я говорю, а мы, видите, Евангелие распространяем. Вот Господь, говорю, сказал, вот ходим, говорю, распространяем, деваться некуда. Он такой, миссионерство, это тоже важная часть церкви. Я говорю, единственное, что вы хорошо сделали, что сюда, говорю, народу много собрали. Я говорю, только надо это еще летом, говорю, делать. А он говорит, а когда, я говорю, 19 августа, он, так не крещение же, ну праздник-то, говорю, все равно есть. Преображение. Так, где он, я-то, моя, пасха-то моя. Да нету? Куда убежал? Тарас? Тарас? А он, куда, Парас? Дружок. Подальше, да не надо. Так, ну давайте. Достойно и всякого истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую, без сомнения, Серафим, Без истинения Бога, Слова Родшую, Сущую, Богородицу Тя величаю. Игнатий Хриш, молитесь. Милосердный Отец, любящий Бог, Прими нашу молитву благодарности за этот дивный воскресный день, Напоминающий о Твоей победе над смертью, над грехом, над сатаною. Слава Тебе, что столько лет Ты хранишь нас и общину нашу. Будь милостью, благослови, исполни нас благодать и Духа Святого. Благослови патриарха, епископов, священников, и даруй всем духовное рождение. И правители благослови, и сохрани их от подкушения на них. Продли еще мир на земле, дабы народ Твой имел возможность покаяться, прославить Твое Святое Имя, и защити это место. На помощь Твою надеюсь, Господи. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Божий наш, прими нашу молитву о зиане рук, как жертву вечерней и благоуханье, приятной перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Хвала Тебе за все. Аллилуйя. Аминь. И Господи, говори, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию.